Ну что ж, еще раз всем доброго времени суток. Начинаем мы смотреть вторую карту. Играют альтернейт против ЮССР. Первую безвольно слили ЮССР со счетом 16-1. Ну и сейчас начинают играть Мираж. Мираж по ходу СНГ квалификации ЮССР играли часто. И достаточно хорошо. Но в игре с немцами будет совершенно другая история. Заходит альтернейт у нас в аркаду на мидл. Чекают они близко. Зеленый. А ЮССР тем временем собираются атаковать А. А немцы отдают. Они не держат под коврами. Ни между. Задымили перемычку. Дельпан правда пока что не закрыт никак. Дельпан потому что ЮССР собираются давить. Убирают они Феликса. Также отстрелили Кристалла который был в респе. Три в четыре остались. Уверенно очень зашли они на точку А. Убирает Кипетрилл в итоге Ирака. Который через катерез пошел холповать. Солик приходит в спину. Но к этому ЮССР готовы. Они вдвоем стоят. Дельпаня один человек на коврах. Отличную пистолетку нам демонстрирует ЮССР. Прикрывают друг друга. Забирают Асма. Наши ребята. И остается Кибакин один в один с Соликом. Солик смог очень уверенно отстрелить Кипетрилл и Маус ТТ. Но раунд уходит в копилку к нашим бойцам. 1-0. ЮССР ведут. Отличный раунд разыграли. Альтернейт не угадали. Они пошли маркаду на миддл. Ну и собственно на пистолетке играть в упор против глаков это себе только вредить. Пошли у нас отдачи. А вот немцы закупают вторую броню с пистолетами. И как бы СССР не сплоховали в этом раунде. Нужно им как можно сплоченнее бегать. Как можно кучнее. Решили они отправиться в подвал. Один человек у них под Б и двое на центре. Взяли сразу же 3 калаша. Стреляют сверхнизом. Забирает флейм Асма. Крысит Кристалл через Смог. И тут же его Кипетрилл наказывает. Отлично наши разобрались с отдающимися немцами. Остался единственный рак в живых под Б. Ну и понимают уже ЕССР, что они убили практически весь план ТА. Благодаря выходу на центр. Рак пошел ползать на ТРС. Его ожидает здесь Кибакин. Правда Киба погибнуть может. У него всего 18 хп. Странное решение у ЕССР, что именно он палит последнего игрока. Вот решает убегать. Не дай бог, пуля ему прилетит в тело. Так, 5 в 1. Пошли охотиться на последнего. Найдут сейчас рака. Кипетрилл, почему вперед бежит человек с калашом? У которого 20 хп. 3,5 тысячи потеряны просто так. Калаш, конечно, у него подберут. Но он же по идее авпшник. Он должен деньги копить свои. Ему придется армор сейчас покупать и минус 1000. А могло этого совершенно... Могли этого избежать игроки ЕССР. Итак, 2-0. Ну, слава богу, что убили бронированные цели. Остались теперь на третьем раунде альтернет без какой-либо помощи. В виде закупленной амуниции или пистолетов. Ух ты, рак залез и смотрит сейчас с планта. Очень интересно. Окно. Его здесь практически не видно. Захар, ты тут? Да. Ты видишь позицию рака? Я сейчас посмотрю. Они под окном подсадили? Не-не-не, в планте подсадился он. В планте подсадился и смотрит окно. Смотрит дом. Вообще прикольно. Наш тем временем доминирует на мидле. Ну, рак уполз уже. Ну, вот, в общем, ящик, видишь, деревянный? Да, да, я видел. Видел? Да, прикольный. Прикольная тема. Я не видел. Ну, это фальцер достаточно быстро. Кипитрилл забирает Солика. Проходят наши ребята под Б. Агрессивно достаточно забирают рака. Маус ТТ бегает. Хахача стреляется по 90. 5 в 2 остались. Последние Феликс и Асман. Ну, вот, заряд бодрости себе уже принесли. И СССР, взяв три раунда подряд, должны, должны они отбросить воспоминания о прошлой карте и подойти серьезно уже к закупу. Маус ТТ покупает калаш сразу. Я думал, АВП все-таки возьмут Кипитрилла. Благо, деньги есть на это дело. И у одного человека не было гана. Как раз-таки ему можно было калаш Кипитрилла скидывать. Нет, решили без АВП играть. У Кристалла же напротив снайперская винтовка есть. Он заходит на центр. На мидл никто из УССР не бежит. Они собираются делать чистую атаку А без центра. А альтернейт так же, как и в пистолетке Аркадит. Аркадит Солик под теровский смог. Маус ТТ ожидает, что вблизи может быть враг. Слышит смоки. Понимает, что близко кто-то есть. И решает в него не лезть. А тем временем УССР зашли на АА. Без смоков пока что. Солик отстреливает Латра. Феликс побежал в Аркаду с Дель Пана. Никто ничего поставить пока что не смог. Умирают СССРовцы. Кипитрилл последний. Ни одного не отстрелили они в этом раунде. Есть размен. Вот странно. По идее, хорошо раскидали в пистолетке на перемычку. А сейчас решили ее убить. И на этом в итоге и посыпались. Чем было оправдано их решение? Задымить именно Плент. То есть они отсекли Плент от перемычки. И хотели, видимо, еще раз занимать Дель Пан. Но они даже до него не добежали. Потому что Перес перемычки всех окрашили. Это ошибка, конечно, что не был задымлен Мидл. Выход с Мидла. Перестреливается Кристалл с Кипитриллом. Кипитрилла подсадили на зеленый. Но Кристалл здесь был, точнее, 5-4. Начинают у наших играть раунд. Зигзага Аркадий Тасма забирая. Кибакина. По всем фронтам. Проигрыш пока что в СССР в этом раунде. Пытается Флейм найти АВП Кипитрилла. Но оно куда-то затерялось. Кристалл. Маус ТТ под Б. Флейм вместе с Латра ползает. Один на медле, другой с ямы. Заходят они на АП Лент. Спалился враг на Дель Пане. Латра боится, что есть кто-то под коврами. Прилетает флешка Латра в поле. Флейм сейчас, если сможет зайти грамотно в перемычку и отстрелить врага в люльке, не дает ему этого сделать АСМУ. Тогда бы был шанс. Так, шансов нет выходить Латра, когда по нему стреляют с Дель Пана и с перемычки. Никак. 3-2-4. Мне просто интересно, скорость в карте понадобится кипитриллу, чтобы понять, что сегодня не его день, и можно перестать играть его, или хотя бы играть с ним по-другому. Не знаю. Пока ему не хотело, кажется, было... Сегодня все может закончиться. Сегодня будет второй АП-3. Нет, сегодня будет 3, сегодня можно уже слететь с термера. А. Сегодня лузера. Нет, я говорю про то, что когда коммерческий, ну, можно, типа, как-то до бомбы попробовать сыграть, не так, как он играет всегда. Итак, наши пробили, тем временем на отдаче точку В, поставили бомбу, Солик подорвал кипитрилла, 3-3 остались, есть один трофейный ган у Кибакина, он работает с зигзага, пробегает поближе Солик, и ему в голову прилетает от флейма. Кибакин отдался кристаллу, Феликс вместе с кристаллом идут отбивать этот плент. У наших позиций более-менее за Белым и Форесте. Актернейт выбивает наших ребят, паузу просит Маус ТТ. Пауза нам не помешает никак, ребята смогут переписываться. 3-3. Миртуса говорят, вторую карту додавили. Ну что ж, ждем мы, когда отожмут. Наши после этого закупятся. Кто-то, видимо, перезаходит. Перезаход это такая тяжелая тема на турнирах ESL, потому что обязательно надо перезагружать в Айр. Так, что нашим стоит делать в этой игре, если они хотят выбивать альтернейт? Ну, во-первых, надо как-то убрать с карты кристалла, либо дымами, либо его должен перестреливать кипитрил, все-таки играть через центр. Большинство людей, с которыми я общался, из профессиональных игроков, считают, что на Мираже основная все-таки точка-центр, и чисто атаками на игры не выиграть за атаку. Закупились наши кипитрил в очередной раз с палкой, идут на мидл, есть там, есть кристалл в коврах, и он бежит, тем временем, в ковры, в дикую аркаду. На мидле же его заменяет Асма. Кипитрил зачем-то в смок аркадит на центре, где его спокойно могли убить, благо Асма не среагировал, прилетел дым в окно. Ну, рисковал кипитрил, что будет неожиданностью это для противника. А то враг забежал на парапет. Итак, АВП кристалла ушло уже с аркады, с ковров, тут заменил его Феликс, который стоит на диванчиках. Ее с ЦР тем временем прошли. Зигзаг, кипитрил уже палит форест. Фраг ему будет противостоять сейчас со своим кольтом. Есть фраг от кипа. 5-4. Флейм тут же выбивает с перемычки противника на Дельпане. Решают наши ребята заходить. А, с плитом, с люльки, и с ямой. Кипитрил также убивает АСМА. И последний в коврах остается Феликс. Флейм его настигает. 4-3 счет. Впереди ЕССР. Молодцы ребята. Смогли разыграть достойно АВП. Ну и плюс, немцы сейчас прошляпили мидл, не пустили туда кристалла, который мог остановить проход кипитрила в зигзаг. И в итоге раунд проиграли, потому что их зажали уже в клещи. И с верхниза пришел в люльку человек. И мидл пробил флейм. Ну там очень-очень трудно обороняться, когда к вам заходят с перемычки и с ямы. Побежали в аркаду на мидл альтернейт. И в очередной раз флейм великолепно их отстреливает. 5-3 наши ребята готовы бороться за этот раунд. Благодаря флейму кипитрил отстреливает АСМА. 4-2. Последние двое Рак и Феликс. Оба под А. Прощупывает потихоньку Маус ТТ-Б. Ждет он, что здесь кто-то есть. Видит выходец Катариспа Феликса. Ну а его тиммейты очень медленно приходят на Б. Решают они в итоге и не идти на эту точку. Перетягиваются под А. И вопрос, где их успеет поймать Феликс. На люльку он не пошел. Боится, что она уже занята. Сильная сторона на карте Мираж. Вообще это балансная очень карта. И все зависит от центра. Все зависит от того, кто доминирует на центре. В этом раунде у нас центр отлично разыграли именно ЕССР. И в итоге они 3 в 1. Феликс уходит. Сэйви свой кольт. Так он и не решился идти воевать с противником. Хотя была перетяжка и можно было попробовать кого-нибудь поймать на этой перетяжке СБ. Убирают с карты Феликса. Нашли его все-таки. 5-3. 5-3 наши ребята выглядят на Мираже куда бодрее. Нежели на Дасте втором. Итак, собираются в четвером пода. Кебакин пошел на мидл. Один. Ну, с Кристалом даже не думают стреляться. Плюс сейчас отдача. Догадываются об этом ЕССР. Чисто по деньгам они понимали, что после первого взятого раунда был закуп противника, а уже после прошлого должно было быть ЭКО. Заходят на Плент. полетела раскидка от ЕССР. Маленькая, без смоков, без диких. Пытаются прежде всего перестрелять соперника. Вот теперь уже и закрыли дымами. Оставили только себе прострел на перемычку, чем пользуется Флейм, забирая Солика. Ждут Аркаду спину ЕССР. Они уже научены пистолеткой, что враг любит обходить сзади. Заходит в Пленте временем Раг. Вот его здесь не ожидает, совершенно маус-ТТ подбирает АК. Раг. Асман тем временем подорвал Латра в Т-РСП. Раг побежал, умер от рук Кипетрила, хотя Флейм не попадал по нему с Калаша. И последняя Асма. Никакого гана он подобрать. О, успел окострить. Вот уж хитрец. Кипетрил пытается его постичь. Ну, Асма. Еще вопрос, кто кого настигнет. Попадает прострелом Кип. Уже настрелял себе нацфрагов Кипетрил в этой игре. 6-3 становится счет. Впереди СССР. Узнать бы еще какая третья карта. Наши ребята собрались и начали давить. Кристал вновь берет АВП, идет на мидл. У противника нету касок. Можно их простреливать хорошо. И гранаты будут работать лучше по врагу без армора на голове. Отдается флейм на мидле. Почему-то он вышел стреляться первым с кристалом, а не Кипетрил. С подвала тем временем уже подполз Кибакин. Надо сейчас просто прикрывать зигзаг Кибе Кипетрилу. А Киба тем временем будет смотреть перемычку. Что и происходит у нас. Правда Солик убивает Кибу. И в итоге Кипетрил отрезан от своих тиммейтов. Он на мидле остался один. Маус ТТ подтягивается к нему поближе. Кристал забрал Кипа. Последние Маус ТТ и Латра в живых. На Б они собираются выйти. С холодильника ушел Рак. Получил тут же пулю от Маус ТТ. 2 в 2. 2 в 3 остались СССР. Пытаются быстренько отстрелить Кристал. После этого ставят бомбу. Маус ТТ занимает тем временем библиотеку. Боком был к нему Феликс. Но к сожалению очередь не заходит в голову противнику. 95 хп у Латра он 1 в 2 прячется на Форесте. Боится что враг сейчас раскидает и выйдет с библиотеки. Грамотно очень. И Феликс в итоге забирает его с окна выпрыгнув. Диффузится бомба. 6-4 счета. ВП подобрали. Но у Феликса и Солик собрал сколько мог гранат. Странно что не меняют на калаш альтернать свое оружие. 6-4. Обидный раунд. На центре проиграли. Но на Б реально был шанс взять раунд. Эх. 10 раундов позади. 10 фрагов у Солика. Кристал 7, 6 Феликс, Асма 6, 2 Урака. Кипетрил 17, 11 Флейм, Маус ТТ 4, 4 Латра. И Кибакен всего лишь 1 очко. Но тем не менее наша команда пока что ведет на карте Демираж. Это первая сторона. Пытаются идти пода. Раскидка есть. Солик с Феликсом играют очень пассивно. Точку А практически отдают. Снова упор на мидл у немцев. Полетела массовая раскидка от наших парней. Через Смог Флейм забирает Солика. Кристал сейчас основная угроза, которая по краю Смога пытается наших СССРовцев отстрелить. 4 в 4 остались. Кристал наказать. Убивает его в итоге Латра за наглость. 2 в 3 остались наши ребята. Смог опять не был на Дальпане. Все было брошено на головы и на перемычку. Кипетрил живой со своим АВП. Не даст он если что пройти к пленту. Ну а так пока что за это отвечают Кибакин вместе с Флеймом. Флейм коврах, Кибакин к пленте. Убирают Кибу и Флейм великолепным АИМом забирает двоих. Сначала одного у Дальпана другого на перемычке. 7-4 СССР отличный раунд нам демонстрирует. И здесь нельзя не похвалить Егора Флейма. который убил троих в прошлом раунде. В очередной раз он идет под ковры. Мидл наши пока что игнорируют. Заходит Кибакин туда один со своим калашом. Но против отдачи не важно на самом деле. В СССР сейчас вряд ли предполагали что будет 100% отдача. Могли они думать о том что у противника будет закуп. Что Туского за часть команды слабо отстерляют. Какая? Кватра. А Устого господи расист черт. Он стреляет. Мне говорили что у него с интернетом проблемы дикие. Очень часто бывают. Из-за пинга? Да. Но у него пинг скачет часто. Сейчас вроде бы весь день я наблюдаю у него полтинник всего. кстати у кибакина пинг меньше стал по сравнению с Д2. Итак наши убили отдачу. Все бодренько. Как играют и ССР нюк как и все наверное плохо за атаку нормально за КТ. Вряд ли по-другому. Обычно они не играют. все заканчивается на Д2 инферно и мираже. Обычно по традиции сорсеры русские плохо играют. вот тут аж три. Ну что ж СССР у нас играют уже против фулл закупа и смотрите сэкономить это проблема у команды альтернейт. Кристал вообще без армора и без гранат. Остальная его команда с первыми арморами но тоже без возможности что-то задымить или афлешить. это очень на руку нашим ребятам если они смогут побороть АВП Кристалла. Ну это конечно неравный бой. Мок Кибитрил доводит до Кристалла выходящего в перемычку вблизи забирает зигзаг пять в три остаются наши ребята заходите они собираются перемычка плюс яма но смерть латра говорит им об обратном они тут же перетягиваются под Б Рак единственный кто обороняет закрытый плент Рак сныкался в пленте и молчит ничего не делает неадекватно полностью решил посмотреть зигзаг вы вы вытащил всю свою тушу на обозрение нашим ребятам они его быстро покарали Солик вместе с Феликсом остались вдвоем ну и ох тыж Солик прыгает из окна и в полете еще наносит хедшот Кибакину два в два Киба Кипитрил тоже отваливается Флейм последний Флейм идет в спину но он очень быстро разбирается с Феликсом решил дефузить Солик Кипитрил Флейм хорошо я уже начал заговариваться Флейм и Кипитрил он назвал от волнения забрали наши девятый раунд два еще надо брать у противника отдача и денег не очень-то много будет на последний раунд молодцы молодцы наши ребята смогли они справиться с напряжением после первого матча собрались у Кипитрила пошла игра тут же за атаку Кипитрил с твоим так же на кураже будут продолжать играть могут выиграть все оставшиеся но сегодня если выиграют то уже будет завтрашний день сегодня виннеры играют одну карту все у нас продолжится завтра сейчас вот наконец-то Кипитрил начал попадать наконец-то фейм начал попадать да на дасте так их не хватало вот мы видим что игра совершенно преобразилась когда эти два человека я бы не сказал что игра преобразилась просто они стали попалять ну так от этого и зависит игра я это хочу сказать что прежде всего стрельба должна быть у них иначе ничего не будет получаться они под флешки выйти и убить слепых не могут забирает у нас калаш Феликс очень много урона он сейчас может нанести с ковров но тут и даже Феликс не нужен банально с пистолетов банально с пистолетов наших ЮСР отстреливают на отдаче деглы по 250 даже без армора ой расслабились ребята ой 9-5 счет ЮСР впереди есть закуп полный мост это правда нету гранат но это не беда 3 смока хватит чтобы выйти а за оборонку очень многое будет зависеть от кипетрила как он отыграет мидл и вообще будут ли играть ЮСР мидл вплотную и аркадить альтернейт держит а держит а близко на этот раз не стоят они на дельпане или где-то или где-то на перемычке с разменом ЮСР проходит точку асма убивает кипетрила очень неуверенно он выходил с ямы в открытую почему-то не сныкался в троне ну и маус-ТТ последний пистолет его добирает асма 9-6 становится счет 16 фрагов у Солика феликс 11-10 асма кристалл 8-4 рак кипетрила 23 17 флейм маус-ТТ 5 6 латра и кибакен 2 пошел каундаун у нас до следующей стороны счет по картам 1-0 он есть у вас на экране ведут альтернает побежали немцы играть пистолетку они купили 2П-250 у меня это какая-то новинка что у нас появляется мода брать по-250 пистолетке за терров чем блок людей не устраивает непонятно он со средней дистанции уже убивает с первой пули небронированную цель феликс у нас занял мидл да и вообще альтернейт доминирует сейчас на центре с ковров точнее с люльки пытается выйти флейм но ему его тут задымили ничего он не сделает и в итоге альтернает собираются под б асмол не ходили вышел с ямы но тут надо быстро юсср устранять и понимать что это выход б уже они на одного человека развелись даже и даже халпат кипетри с б пришла мастер кипетри подорвали на медле в люльке 5-4 5-4 тяжелейшая ситуация у у ссср они отдали б плент чисто из-за развода 4-5 надо выпрыгивать с окна и выходить с двери убирают быстро солика с карты рак ныкается на форесте первый хэдшот второй ну вот чем блок вам не нравится непонятно рак минус 3 делает в раунде 9-7 становится счет ну что ж надо бы нашим закупить пистолеты с армором я заметил тут такую ситуацию феликс сделал фрак дикой гранатой да в пистолетке шеркс убил кипитрилу дикой гранатой так это дикой было нехай его знаешь от чего знаешь от чего его убило от взрыва от взрыва да жесть ой жесть кипитрилу победил дикой я просто оставил это здесь просто победил дикой ой жесть а еще просто гол отпускать в точку оу мастер хорошо стекла он убил рака флейм также забирает солика наши армор купили один и уже у этого человека с армором есть ган отлично альтернейт сейчас на медле прежде всего скопились нави тем временем своего соперника одолели с отчетом 16-16-16-9 достаточно легко мозг мозгов ну не на игре же перерыве итак альтернет собираются идти а альтернет собираются идти а причем с поддержкой с медла латра вместе с кибакином остались а а их тиммейты сейчас бегают на медле и подбе вот латра и киби нельзя погибать без размена хотя бы урон нанести о киба 12 патронов в козе там раненый враг и у него не попадало наверное 10 из 12 последние два только залетели куда надо и флейм забирает кристалла великолепно наши камбэк наши берут отдачу 10-7 становится счет пистолеты у немцев отлично отлично странно вот трофейный галилу ушел кибакином да я уж думал бросили на вп в следующем раунде денег нет альтернейт по идее будут закупаться в следующем да им должно хватить хотя не полторы всего даст как и в этом да плохая будет закупка если бомбе поставят раскидать на А не получится хорошо альтернейт тем временем собираются под Б ну там их ожидает Маус ТТ вместе с флеймом два отличных Аймера команды ЮССР флейм отстреливает кристалла ну тут на отдачу чисто уверенности должны набраться в себе ЮССР понять что они попадают по противнику отстреливают также солика на медле 11-7 11-7 5 раундов наших ребят отделяет от второй карты итак раунд пошел закупкой Асма просто вылез в смог и забрал Кибакина у Кристалла и Феликса нету армора вот о чем я и говорил что плохой закуп но это не красит ситуацию для ЮССР они уже одного бойца потеряли да Кибакин командует естественно ЮССР собираются под Б атаковать альтернейт ну вот уже можно наблюдать перетяжку от Кристалла и Феликса дверь что когда вот так вот как Асма вышел на и убил когда вот председов выходит какая-то проблема есть у обороны потому что его враги видят первым да но они просто не смотрели в этот смог они забили они думали раз смог то все я знаю смотрели я не знаю Асма такой жесткий но у меня продолжает он карать точку его Киба смотрел до которого он убил отлично Маус-ТТ остался последним один в три для Артема реальный раунд не проблема абсолютно да но его обходили с КТ-Респа счет ребят 11-8 на второй карте на первой 16-1 был со мной сейчас Захар также известный как канатка бывший игрок СССР а у Сыра Мираж не заработал отстреливает кипитриел Солика дропается он на мидл вообще без поддержки играет Киб невероятно нагло могли его уже сто раз наказать альтернейт но в наказании ему просто 2хе прилетело и осталось 19 хп но он в очередной раз хочет от дикоя умереть 5-4 играет в СССР благодаря кипу подходит Кибакин на мидл альтернейт тем временем ждут они хотят прежде всего отстрелить центр заползают на него один Кибакин стоит и смотрит подвал прилетел смог в люльку сейчас альтернейт постепенно займут центр и вопрос куда пойдут по человеку в яме можно судить что это будет перемычка плюс яма но тут все на Кибакин все на Кибакин и в очередной раз Асма выходит с ямы который уже не раз щелкал наших парней на А выходит Асма кидает хе в дельпан подрывает тут же кипетрила вот кипетрилу не хватило тех хп которых он лишился в этой дикой аркаде своей на мидл вдвоем остались флейм и маус тт в живых продавлен но два человека также и у альтерней размен ребята на А сделали ставится бомба под дельпан маус тт не смог убить ставящего и его прикрывающего считаю один в один стрелялся и проиграл у флейма гранат нет он чисто с кольтом пойдет на плент пытается простреливать пожарку враги то близко враги все на пленте их убивать можно убегать перебежал кристалл на другой ящик флейм прочепил трон понимает знает где все враги забирает хоть шотом прострелом врага великолепно флейм а у него диффуза нету подобрал демок маус тт и закончился что же он так медленно играл раз у него диффуза нету и тиммейты не говорили где их диффуза лежат или вообще без диффуза в команде играла там три человека она погибла три человека 11-9 а в па кристалл идет под б вдвоем б держать будут на статей флейм ну тут полузакуп хотя даже это отдача просто это просто отдача за сейвленным кольтом флейма дымит себе центр флейм пытается смотреть теперь подвал с подвала вышел феликс ему тут же прилетело в голову от кипа трила грамотно разменялись уже альтернейт через смок забирает флейм кристалла несмотря на то что у него 16 хп сейчас в раунде преимущество у команды и ссср пытаются простреливать еще флейм вот это уже неаккуратно было то что он остался в этом смоке с 19 хп в голову попадает кип для солику идет в аркаду опять же без поддержки прилетает ему от рака еще один по одному сейчас выбегают на миду в ссср да я понимаю что у снгшных команд есть такая отмазка великолепная ну это же отдач ну что такого но тут на кону все таки практически оплаченная поездка на гмс в катовице и от этого отделяет две игры в ссср две игры с не самым невероятным соперником латра погибает у нас в итоге в зигзаге 11-10 александр бриски к тому что сейчас сравняют 5 калашей а у кипетрила есть авп хорошо что у кристалла сейчас нету снайперки ну вот в общем все экономические преимущества у ссср потеряли и теперь у альтернейт будет несколько закупок хороших простреливает флейм в очередной раз через дик это похоже на агрессивную оборону медла и достаточно бодро пока что это получается у ссср но в очередной раз кипетриел ловит гранаты достаточно очевидные когда он убил слюльки он оттуда сразу не ушел ему туда в итоге прилетело и снова 40 хп снова 40 хп может даже не увидеть противника и погибнуть от очередной гранаты боевой флейм перестреливает в итоге рака который пытался стреляться зигзагом пока что сср позиционно выигрывают они и к выходу слюльки готовы вот сейчас кибакин вылезет заберет феликса отлично под флешку заходил феликс киба просто спрятался от него ссср один в пять ну это очень похоже на 1210 в пользу ссср ребят неизвестно пока что поеду я на мс или нет но пока что из вторичных источников мне сказали что скорее всего нет потому что у них нету места чисто для другого кастера место мне так и не организовали хотя именно этим я и просил поляков и был готов за собственные деньги ехать ну что поделаешь не будет места будет стрим и будет турнир вам на те деньги которые скопил будет турнир а для наших команд турнир это важнее чем моя поездка в польшу для зрителей да для зрителей важнее конечно чтобы я съездил ну ладно еще не еще не не ответили стопроцентно кипитрио снова агрессивничает забирает феликса на медлетьем временем флейм бегает хозяйничает 13 очко и сср забрали решили у нас слиться террористы на полный закуп вот после прошлого раунда им все полторы тысячи дало не хватило не хватило итак 13.10 и сср впереди а вп есть у кипитрио у кристалла нету он в очередной раз берет калаш латра залезает на ковры издали держит кибакина латра же в упор помогает если что кипитрио который в любой момент придет с перемычки и флейм продолжает агрессивно играть зигзаг но он использует свои сильные стороны то что вдаль у флейма получается стрелять хорошо тем более у него трофейный калаш который вдаль отлично убивает к тому же флейму не надо особо двигаться чтобы отбивать точно стрельбы калаша но для наших даже не то что желание выиграть квоту сейчас прежде всего играет то что надо отыграться немцев и позорно не заканчивать эти винеры взять одну карту тех кто их смог унизить на d2 это дополнительную мотивацию дает конечно нашим парням латра вместе с кибакином принимают выход а забирают двоих латра молодцом дает два хатшота коврах у нас был асма вовремя из этих ковров латра ливнул пришлось латру нехорошо потому что кипетрил дал ему пулю в тело зачем-то ну и кип в итоге добивает последнего игрока команды альтернет 14-10 наши впереди у противника отдача два раунда осталось до победы на второй карте и нас ждет третья ребята если сейчас конечно не случится страшное и альтернет не возьмут пистолеты андрей у меня 9 выводов по поводу этой игры первое сорсеры не люди второе сорсеры не люди да иди нахер это тебе ламп пишет это ламп тебе пишет сто процентов сорсеры не люди пятый сорсеры не люди шестой вывод сорсеры не люди он прям ctrl c ctrl v да делает тебе да 8 да хватит хватит я замучу тебя сейчас захар поставили тем временем альтернет бомбу а потому что сорсеры не люди ты к чему это вообще говоришь просто вспомнил что сорсеры не люди вспомнил да себя засрал шутник рак тем временем раунд один в один тащить вот отдачу берут отдачу берут ссср ой кипитрилл сел диффузить до конца рак не среагировал есть взяли 15 еле еле если бы это был бы сорсером так не сделать сорсеры не да успокойся хватит итак смотрим мы дальше патриал взяла впу кристалла также она есть кипитрилл в люльку оставляет 4 хп феликсу не понимает он что враг залез идет воевать с перемычкой аркадий смог в смоке сидит противник киба киба маус тт делает первый минус в этом раунде но еще есть несколько шансов еще есть несколько шансов выиграть 4 4 возможности точнее даже да 4 возможности у ЕССР закончить эту игру пока что у них закупка есть в следующем уже возможно будет отдача палец кипитрил мидл забирает быстро солика переменил позицию тут же были не готовы альтернет к этим переменам флейм сейчас у нас играет с перемычки также отстреливает феликса ну что ж 3 человека всего отделяют команду ЕССР от победы на второй карте перестрелка кристалла выходит победой для немцев асмарак последние асма в очередной раз продавливает а плент убивает двоих и флейм остается один в один он идет на мидл ждет что противник будет его аркадить а бомба была брошена на центре и сейчас возможно даже на Б пойдет асма и сам того не ожидая флейм возможно угадывает направление атаки противника ползет флейм на Эдика садится он на зелени ну и что же асма куда ты побежишь асма идет под Б отлично флейм продолжай сидеть на этой точке ох как повезло то что бомба была брошена центр асма асма не надо не надо в подвал правильно иди сюда иди сюда на Б флейм желательно пропустить противников плент но он стоит на такой позиции что придется стреляться и эта позиция на одну очередь иначе он помрет ой зажим полетел и флейм смог спрятаться 6 секунд до конца их аешка в спину флейм почему не заныкался в углу ну потому что сорсер не лезет нахар хватит ужас просто ужас анираунд легкий же был для флейма правильно хоть смотришь ой замбютился ладно все замечу его тогда кристалл у нас на медле отдача в ЕССР ребята поднажмите поднажать на следующем закупе убить в очередной раз так мидл ну а дальше в разменах играть адекватнее аркадит латра мидл пытаются задавить у нас ЕССР убили кристалла ган подберут его нет кипитрил минусует солик а 1 2 остался иди бери АВП свое любимое вон оно лежит не дополз до центра кипитрил не понял что бомбу он охраняет уже бегает на медле прилетает ему флешка в лицо он не стал почему-то прятаться он решил по центру побегать эх 15-15-13 ну что ж последний шанс возможно потому что следующий будет отдача следующий раунд будет полузакуп в ссср надо этот раунд брать чтобы был счет 16-13 и победа на второй карте ох из кожи вон вылезти надо ребятам на которых снова пойдет карать астма бомба правда под б стоит у команды альтернейт и на сейчас главенств под а сейчас главенствует феликс с соликом ну что ж под б собрались трое игроков альтернейт их аркадят их аркадят может тт видит их флейма оставляет он в итоге на балконе сейчас уже юсср поймут что это развод если будет раскидка с ямы флейм перестреливает в итоге одного тут же падает но стат и остается один на б перетяжка пошла от юсср приходит сюда поближе кебакин но стат живой все у него хорошо снова прилетает хе в спину тем же самым способом кристалл он убил выход на выход на фейковый от солика убирает его латра и два человека остается только живых у вас асма и феликс они заходят на б нужны артем важнейший момент надо выжить он отдается три в два остались остались другие сср игроки полетели полетели гранаты в плент видит феликс что в библиотеке идет враг асма делает размен кебакин остается один в два как можно было раунд четыре в два до такой ситуации довести кебакин сорок кп хе не долетает две он выходит в окно видит на планте противника и понимает что второй на форесте пикает уже достаточно сильно диффуз есть если что кончаются патроны бомба в огне время время кеба и даже засейвить не сможет ган 4 в 2 15 14 вот это провал закупаются кое-как и сср какое преимущество заходят кебакин в аркаду подвал ну вот сейчас хохача хотят взять раунд сср видит феликса видит рака забирают его прострелом в итоге флейм тут же надо убегать 5-4 но это ничего не меняет это ничего не меняет потому что 2 в 4 отдается какой размен что от него толку если тиммейты погибают от одного астма астма у нас настрелял в этой игре 26 фрагов 37 у флейма 34 у кипетрила маус тз 12 14 латер кебакин 9 24 соли крак 16 16 феликс и кристал 13 какой невероятный результат у флейма забирает он в итоге 38 уже свой фраг два минуса сделал кристал один выходит на также феликс на медле астма все еще живое этот чертяга 5 в 3 5 в 3 ребята на медле слава богу не спалили кипетрила у него торчит диффуз у него торчит точнее сайленсер ой слава богу его не увидели кристал вместе с астма выходит на наши ребята здесь втроем аж в четвером тут же есть фраги от астма два в одного не дайте астма взять раунд не дайте ему совершить чудо и вывести в оверы есть у наших у наших ребят нету гранаты 39 хп маус тт ну родной артем ну кто если не ты прочекал его астма тратит патроны зачем-то неоправданно очень мало статэ нужно идти к пленту видит видит что брак перебежал жмёт куда ж ты артём жмёт позор позор овертаймы овертаймы на второй карте для ссср 38 прагов флейм необычу объема ассср ты виноват вот нет не начал бы это говорить они бы взяли а сейчас же все они же не смогут они же не смогут овер датащить ой какая жесть асма просто бог этой игры он вытащил в овер и три раунда подряд как минимум точно по моему асма сорсер из он faculty по моему альтернает вообще все сорсеры модуру можно матюкаться где вы такое видели ну что ж но статей надо перезайти ой-ой-ой-ой какая беда печаль кибакин ливает тоже перезаходят все игроки но мы ждем овертаймов 15 15 все-таки счет альтернает великолепную игру нам показывают борьба идет борьба господа так а у нас уже лузеры сформировались хоть какие-то целью у вас мы есть один уровень контр-стракт 1 6 не до конца ну и ссср больше люди да по твоему тема альтернает все равно почему ну а кибы хотя бы он один точно 16 артисты в один ком все форты сыграл так у нас navi только и virtus pro пока что прошли скинули партии астронавт сыграй фейс нау-спейс вниз так что ни одного матча пока не сформировано смотрим результаты в остальных 3d макс играют особо где там первую карту взяли 3d макс на 3d макс должны по идее выигрывать вам мистик все-таки вытащили инферно против визардов со счета 10 5 выиграли 16 14 затем мим тба тут все еще идет первая карта походу да и там упорная борьба максаки xm скитон спидфайр сильный состав тба и ним казалось бы аутсайдеры этой квалификации играют на равных с этим сильным миксовым составом ризан хаджи первую карту выиграли ухты британцы выиграли первую карту офигенно ризанов сейчас еще могут испихнуть кстати колону больше нету в ризанах ну и все и у нас с вами собственно лузеры у нас не лузеры я уже будущее смотрю и у нас с вами вертайма такс ну что я покажу 30 секундную рекламу пока что как у нас перерыв до овертайма вертами на если у нас мр5 то есть макс раунд макс раунд 5 нужно 6 побед себе заработать чтобы выиграть оверы и 16000 16000 стартовая да сегодня будет будут у нас еще лузеры ну мы собственно ребят с вами скорее всего будем еще досматривать некоторые игры других команд первом в первом туре потому что и умеем ты бы все близится к 3 карту все похоже на то чтобы три карты и у wizards клан мистик ну возможно мы на альтернате и сар останемся я надеюсь что до 3 карты дело дойдет кстати третью карту мы да мы не знаем до сих пор третью карту к сожалению команды не удосужились от администраторов оповестить лузерах был один по моему да не ну еще не стыдно еще не стыдно еще не позор это я так от эмоций сказал овер это еще не страшно вот проигрыш карты это уже страшно второй из такой ситуации там альтернает эту победу этот эти овера заработали альтернает во много масла 30 фрагов у нас не стрелял в итоге ну что ж так скинул но статы в нашу группу результаты их игр с альтернает 16 13 16 11 были матчем с альтернает с разными игроками в ссср в свое время на старладере ссср по моему слот слышь захар ты тут захар уже нет все ну ну что ж один я теперь остался ну может быть сыр вернется на вторую карту на третью карту синий экран был у нас у одного из игроков ссср о мне рассказали так начеркали д2 мираж инферно спасибо инферно у нас третья ну да стандарт для ссср стандарт для ссср хороший такой ждем мы когда пойдут у нас овертаймы ну все спокойно ребят можно расслабиться чуть чуть перед овертаймами маус спортс прошли дальше обыграв аж 2к таксс и да у нас пока ни одного игрока не не одно не одной ни одного матча не сформировано бузерской сетки такс ну что ж затягиваться должны игры визерс клан мистик и мин тба остальное все быстро закончится скорее всего такс ну что ж ну естественно наш матч тоже должен надеюсь что должен затягиваться даже комбита не вынес такого позора кстати кто вылетел мастера лиц посмотрим да нет синие экраны на семерке бывает у меня бывал несколько раз уже на этом компе эх ребятки ребятушки вы представляете какой же шанс у ссср есть чтобы поехать на финалы конечно у них составила трамас мастер нет но снимался талатра и кибакин ребята бывавшие на евроланах но для остальных троих для кипа и флейм кстати тоже ездил много куда для двоих значит для кипа и для третий фу состав забыл а все были да для кипа трилла и мастер вот все вспомнил для кипа трилла для мастер это будет настоящее событие и они могут сейчас туда пробиться две игры нужные уже есть слот на ландфинала не знаю какой именно это рак несколько штаб успеют успеют паспорта оформить я надеюсь десять дней десять дней в польшу как раз таки десять дней не оформляется а у них два дня на победу успеют успеть тем более есть насколько я знаю связи с людьми которые помогут в этом если уж что можно старые связи с МГЦ подтянуть но вообще один шестеров спрашиваешь груво груво зовешь и он тебе оформляет визи быстро здесь вроде никто не проблемный в плане поездок то есть если у вас с Вордегитом у Вордегита там с военной обязанностью проблемы были то тут ничего такого нет ни у кого из игроков должны они ехать спокойно да и собственно они собирались в Финляндию ехать но просто деньги не нашли а тут половину квоты оплачивают плюс поездка на такой евролан конечно спонсора не найдут итак ждем мы когда вернется Маус ТТ странно это затягивается надолго по идее у Маус ТТ там не комп а летательный аппарат по 1000 фпс что-то такое что и странно что так долго заходит так так власти никаких нет интересных все тихо спокойно в ps1к ну у Маус ТТ по идее Маус ТТ по идее долгая такая пауза потому что один вылетал надолго но Маус ТТ до сих пор дойти не может но почему Бадук без шансов вполне шансы есть как мы видим на Мираже очень даже бодро команда играла и выступление флейма можно сравнивать с игрой многих топов стрелков европейских главное вот этот матч один перебороть дальше будет полегче дальше конечно Virtus.pro но Virtus.pro это не не боги CSGO они многим проигрывали еще в составе ESC у них конечно сейчас огромная мотивация все таки польский лан польский лан и обязательно на него надо попасть они будут рвать и метать в этом что-то финале также еще будут и лузера вы это не забывайте тут шансов много пройти да нет пашенька не от хорошей игры зависит спонсора а от медийности проекта от того насколько раскручен человек то есть вот Aces играют хорошо ну кто приходит их часто смотреть ну ребят U.S.S.R. U.S.S.S.R. приходят смотреть гораздо чаще такс да Вадук есть такой вариант но как мы видели на карте до Мираж то наши бой дают наши бой дают немцам game is paused а тут неважно кто топ-1 топ-2 Копатыч тут следующая игра виртусов уже решает едут они в Польшу или нет все до конца играться клавы не будут да согласен Бадук СНГКС сейчас слабенький но есть огромный ажиотаж огромное количество народу которых этот играть вот этих людей сейчас мы с вами зрители я как организатор должны поддержать и дать им возможность играть смотреть за ними дать им возможность поиметь спонсоров понимаете нужно сейчас нам эту сцену сформировать то есть у нас есть огромное количество игроков но нету сцены нету команд которые постоянно друг с другом рубятся на официалках за какие-то денежные призы как в германии в той же германии постоянно играют епс у нас вчера вчера был турнир епс вчера все эти немецкие команды имели практику отличную у нас этого нет у нас две недели прохлаждались команды сцены сцены кто-то кроме флейма убивать начнет ну так как флейм могут убивать кибакин и маус тт но кибакин на кибакин сейчас функции капитана он как видите не справляется одновременно не с игрой с капитанством а маус тт ну он показывал более-менее хорошую игру на мираже но это не тот уровень которого мы естественно ждали так тренируются копатачи ссср в том то и дело их распластали просто на d2 они много тренируются мы смотрели часы по 90 часов за последние две недели у команды они и перед квалами очень много тренировались так спадикс все сделаем все сделаем с ланами правда придется скорее всего подождать лан турнир не знаю кишандр когда это вопрос большой потому что я не знаю какая ситуация с мгц да дело мотивации естественно мотивация я считаю что сейчас прежде всего мотивация это количество официальных игр нужно давать больше народу играть проверить денежки или пришли сейчас проверим мы проверим и про пока что ничего нету разыгрываем ребят нож kerambit у нас в группе среди донатеров на предстоящий турнир собственно и уже собрали 100 110 человек из 180 так если что-то новое о по да есть ой даже много есть даже много есть 421 райкс ну короче где-то 120 ну да много денег пришло сейчас а у нас похоже лайк начинается да все ребята не успел я поверить ну что шовертаем ребята надо поддержать наших парней до видно было что в некоторых моментах проседали но наша поддержка сейчас и ссср очень важна очень важна наша поддержка и ссср потому что они сейчас ощущают давление с двух сторон до альтернейты от и от вас от вас они прежде всего не хотят ударить грязь лиц грязь лицом перед зрителями и сейчас рвут себя чтобы доиграть этот мираж я уверен что они напряглись что сейчас попытаются точно попытаются затащить эту игру и патрио встречает врага медлет сюда уже подсадился противник флейм тем временем ползает по зигзагу кипетрила не сочтены здесь он даже пулю не попадает 35 остаются команды на планете в живых только латра и тут асмая точный хэдшот сносит он колю улмаус это последний первый раунд начинают достаточно вялые сср погнали ребята молодцы хорош верим в команду и пусть многие в душе понимают что сср будет очень тяжело но верить всегда надо в нашу команду иначе как чудеса будут случаться но у статы пошел на плен задымил его раздифузить ему не дадут пытается откинуть флешку и начать и давай 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 зажми ты е нет не решился уткнуться в дифуз хотя в смоке мог спрятаться вполне и так штат с 15 10 ведут в овертайме альтернейт покупает автоматику маус тт решили все деньги на втором раунде потерять у ссср пошли смотреть бэв вдвоем маус тт и кипетриел у кипетриела сейчас а в п в очередной раз альтернейт начинают медленно альтернейт подходит под яму ждут аркаду именно оттуда полетела раскидка такой долгий перерыв был потому что дедосили маус тт и он справлялся своим интернетом раскидка полетела от альтернейт на ну и сейчас надо главное с асма справиться подрывают между латра хотя бы один фраг давай друг коля корейский русский кибакин в планете поле ничего сделать не смог первый фраг от кибакина остаются три в два феликс асма живые асма устранили хорошо на бэ его убивает маус тт и последнего на планете а отстреливает феликс 16 16 1 1 счет за атаку у наших было все в порядке можно не волноваться за вторую сторону пистолету кристалла он покупает себе коллаж было 16000 денег накопили много альтернейт автоматика и а в пеки петрила 2 снайперских винтовки которые должны решать исход этой стороны под коврами сидит латра флейм на перемычке из подвала ползет постепенно феликс ну что ж наши сделали выводы перестали играть агрессивно люльку боятся они судьбы прошлого раунда аркадит латра снова отдается без размена ну асма здесь убили все таки 3434 на медле падает кипетрил туда же перетягивается сейчас flame по краю смока он не видит ничего mouse тт один на б окружен уже со смоком в руках погибает кибакин flame последний надо пробовать тащить деньги есть а в люльке крысит кристалл mouse тт не смог никого убить на б и убили кибакина очень по-крысному flame подползает через зигзаг его пока не спалили вот теперь уже его увидели враги стоят библиотеки на холодильнике и в пленте очень трудно ему будет пройти забирает он кристалла по пулечке стреляет видит здесь феликса феликс ныкался в угол вот как вот идут в окно забирать флейма 2121 альтернает впереди да латра кореец который родился в москве я так понимаю у него мама ириянка папа русский не розыгрыши сегодня не будет до тайминги зло берет закуп есть полный у наших ребят в очередной раз автоматика в руках у mouse тт но она ему пока что удачи не принесла flame снова в аркаде на медле помогает ему кибакин решили снайпера пока что отстранить от этой задачи снайпер у нас работает а где-то у нас keep keep все-таки на медле вместе с кибакин флешка прилетела киба прогнали keep it real не смог даже выстрелить феликса размен делает киба жмет во второго уходит в итоге 46 хп есть еще flame живой в зигзаге которого не сильно ранили 4 в 4 наша команда кибакин на сей раз ловит противник из граната в руке все возвращается альтернейтом все их это везение возвращается к юсср кристалл верхнизе дропается сюда дропается он в люльку в итоге flame ждет рассеивания смока успеть среагировать нет кибакину надо возвращаться на медле держит мастер если что с автоматикой коля латра один на пленте видит кристалла в люльке кристалл тем временем вылез вылез на катерез маус тт пропустил пропустил в спину тебе противника киба на форесте киба не ожидают ожидает все равно он ждет что может быть враг с респа кристалл зашел на форест киба киба ну пожалуйста встань ну встань милый кристалл перезаряжается киба ты слышишь 6 секунд до конца убей бомбу красавец и его не смог увидеть кристалл о какой нервный момент кристаллу не хватило чуть-чуть внимательности чтобы увидеть врага на форесте какие нервы какие нервы для ссср 2-2 счет сейчас играют снова со свп и с автоматикой типа 3 лсвп держит миддл так феликс подползает с подвала кипитрила прогнали кольт флейма сейчас отрезан отрезан смоками от помощи убили феликса также флейм попытался забрать кристалла но не удалось но не удачно кипитрил тем временем работает в люльке его тоже задымили кибакин отдается и теперь некому вытаскивать раунды также очередной раз забирает латра на похоже пятый раунд заберут альтернейт остались два снайпера патриал на медле а уже занята на б тут война маус тт и кристалла победителем все таки маус тт выходит забирает кип солика 22 остались ну ган бы еще поменять дельпан задымил кип а рак тут же убирает маус тт с карты один в один кипитрил х е а он не догадался что враг может зайти в смог 32 32 альтернейт впереди 32 альтернейт впереди но наши ребята за атаку играть умеют они роботы гост они не видели всей ситуации гост вот в чем дело потому и не нервничали и бакин услышал перезарядку только после этого начал стреляться с пантом все поехали дальше ну что ж вот видите ребят собрались начали на за наших болеть есть два раунда тяжело но есть под б альтернейт держит вдвоем маленькую щель кристалл не суйся маус слышал же что дома постреляла собакам подполз на перемычку подсаживать его никто не будет он дымит дымит люльку мидл наши заняли патрио великолепно он отыграл первую половину за атаку в основное время сейчас надо бы на второй стороне овертайма сыграть также асма крысит в центре автодиректу я доверюсь простреливают типа с медла бежал асману ему 22 хп оставили тем временем наши собираются под б о 17 хп кип 22 асма все поровну это развод от и ссср они собираются в итоге тя есть и патрио промах от кристалла тут же точный выстрел от типа 3 вот 5 4 и ссср пока что не развели вот феликс уже начинает перетягиваться на остается только соли кип убирает также асма маус тт погиб до под б и патрио в зигзаге по-прежнему живой но здесь смертника играет люльку залез flame 34 у наших есть преимущество flame может сейчас в респе убить противника но пока что он не пользуется этим на уже зашли и ссср поставили бомбу подорвало латра пленте сейчас находится кибакин соли к его никак выбить не может flame забирает раков пленте в респе и кибакин отстреливает соли к 33 наши сравнивают игру того ребята на выпеки патрио есть два фрага важнейших и пофигу что кристалл промазал главное он сделал два минуса надо выиграть 6 you must win six rounds and this over times милки патрио выходит под флешку как бы ментальную но и не совсем в очередной раз действует очень агрессивно заходит на парапет его задымили также есть кибакин который подошел поближе ну судя по позициям альтернета не хотят агрессивно принимать центр flame перестреливает асма есть проходки патрио 53 crystal минус кибакин кристалл пришел в спину он за аркадил с б и тут flame его успокаивает егор браво 4 в 2 зигзаге рак с автоматикой кипитрил уметь таких ребят отстреливать в упоре в зигзаге flame сейчас видит этот зиг минус рак и последний феликс четвертый очков и ссср два раунда до победы на второй карте все стримеры уже устремили свои взоры на эту игру девятнадцать восемнадцать и ссср альтернейт наши ребята идут под б и тут под б успокоились они под последний раунд не стали быстро идти middle 2 раунда до победы 2 раунда отделяет от победы наши ребята и они сейчас имеют все силы всю уверенность чтобы эти раунды добивать у противника есть а в п асман открывает раунд убийством флейма надо кипу идти разменивать видит он asma не попадает правда флешка полетела отогнала сверхний за противники бакин забирает солика дропается на миду кристалл под моментальную флешку чертов аркадник пытается тем временем латра выйти медленно в одиночку слышит что прилетает молотов на выход сам сидит на троне прилетела ему флеш в лицо его никто давить до конца не собирается только кристалл может сейчас залезет до кристо залезает и матра очередной раз латра проигрывает дуэль кипитрил маски последние трил пытается зайти на с бомбой через яму а маус тт идет через перемычку он топает сильно его в люке уже асма ждет кипитрил забрал кристалл в упоре маус тт минус феликс и тут же падает асма браво 2 в 1 перевернулись 4 в 2 ставят бомбу под дельпан надо этот же дельпан маус тт занимать срочно есть гранаты можно смоком закрыть сейчас этого рака китай гранаты кип ты обречен здесь не выйти не постреляться кида их дымит выход и молотов свой отшвырни маус тт в итоге забрал забрал рака хочу там 5 4 5 3 5 3 у ссср матч-поинт имеют решающий раунд фраги 34 у асма столик 27 23 кристалл рак 21 20 феликс у флейма уже 46 фрагов кипитрил 44 16 у латра остальные игроки перезаходили миддл снова наши занимают кипитрил идет стреляться с люлькой простреливает флейм так завис сервер от вис нормально кибакин снова идет через миддл да я сделаю запись но опять же вопрос когда флейм забирает кристалла возможно сегодня да аж вспотел это точно меняют постоянно вп свою альтернете не доверяют они больше кристаллу кипитрила плохо что забрали он был героем прошлого раунда но сейчас еще живой флейм бегает он на медли откидывает флешку на люльку и отходят отходят юсср видимо по да на они почувствовали что могут выбивать 20 18 матч поинту и сср нельзя расслабляться гранаты есть один смог четыре флешки чтобы зайти этого хватит главная стрельба главное быстро устранить феликса феликс работает над коврами он стоит на балконе задача маус тт прежде всего его отстрелить есть хэншот солик пошел стреляться попадает первую пулю в кибакина вторую пулю маус тт флейм живой флейм будет в упор его отстреливать флейм бедит на головах есть враг 22 флейму надо спрятаться очень ненадежная позиция это между латра уходит в яму бомба стоит не под ребят бомба в пленте флейм ранил маасма оставил ему 6 хп добивает прострелом рак последний один один фраг до победы на второй карте один фраг ребята флейм браво минус 4 последнем раунде 21 18 победа победа ребятам победа 50 50 это надо скринить и выкладывать 50 фрагов браво ссср браво затащили как мужики альтернает отомстили за первую карту до были проблемы сейчас инферно главное чтоб хватило сил я ребят ухожу на рекламную паузу надо отдохнуть всем желаю сейчас попить воды сам пойду попью воды прошу вас добавить мост мою трансляцию с учения от блока денежки мы собираем на турнир на поездку в катовице и на наши розыгрыши ребята пауза пауза пять минут думаю